У нас в гостях сегодня Олег Дулуп, тренер, успешно работавший во многих белорусских и украинских клубах. Олег Анатольевич, добрый вечер. Какие впечатления у вас остались от первого официального матча в белорусском футболе в этом году? Добрый вечер. Если берем первый официальный матч, это суперкубок, то позитивный. Начало сезона, болельческий антураж такой. Хорошая игра, особенно в первом тайме. Позитивный. На ваш взгляд, может быть, стоило провести этот поединок на более вместительной арене, учитывая, что стадион «Динамо» вроде как готов уже к старту? На мой взгляд, да. Стадион «Динамо» готов к старту и, наверное, все-таки следовало перенести эту игру, открытие сезона, все-таки на центральный стадион «Динамо». И учитывая то, что я читал в прессе, высказывания игроков, наверное, покрытие не совсем было удобное для них. Именно то, что, скорее всего, помешало в некоторых эпизодах показать более качественный футбол. Первый матч за суперкубок между «Динамо», «Брест» и «Шахтером». Вы заметили, может быть, какие-то кардинальные отличия в действиях этих двух команд после того, как у них сменился тренерский штаб? Если мы берем поддельно по командам, «Динамо», «Брест» — нет. Наверное, не изменилось, как шли, так и как они шли в том году по дистанции точно так же и пытались играть в этом году. Если коснемся «Шахтера», то это кардинальная перестройка, во-первых, тактическая система игры, переход на 4-4-2 ромбом. И та статистика, которая была уже потом после игры, я посмотрел, это высокий прессинг, применение высокого прессинга и желание играть первым номером. Но почему тогда у «Шахтера» не получилось в этом? Быстрый гол сыграл такую важную роль, предопределив, скажем, использовать? Я думаю, несколько тоже факторов. Первый — это быстрый гол именно в этой конкретной игре. Второй — это вот эта перестройка. Это перестройка, которая может занимать, там, может занять полгода и год. Потому что перейти с одной тактической системы на более сложные 4-4-2 — это необходимо время и необходимы игроки. Необходимы игроки, которые будут понимать требования тренера. Ну, наверное, в белорусском футболе тренер, который приходит работать в клуб, претендующий на золотую медаль, должен понимать, что ему полгода могут и не дать на это? Я думаю, что понимает, вернее, то, что у него полгода могут и не дать. Хотя у него долгосрочный контракт, по-моему, двух лет не подписан. Но то, что они пытаются играть в совершенно другой футбол, это факт очевидный. Батте, Брестская «Динамо», «Шахтер» — наверное, три главных претендента на победу в чемпионате этом. Может ли «Минская Динамо» вмешаться в эти разборки за пьедестал? «Шахтер» всегда есть. Но вы должны четко понимать, из чего складывается работа любого клуба. Это работа менеджмента, работа тренерского состава, игроки, которые есть. Если брать взаимосвязь, то самая большая взаимосвязь — это влияние игроков, которые есть в составе клуба. Именно по игрозскому потенциалу «Динамо» в том году, на мой взгляд, было сильнее. Но была вторая команда, если брать по трансфер-маркету, после Батте. В этом году пропасть между первой тройкой, которую вы назвали, — это Батте, «Шахтер», «Брестская Динамо». Это трансферная стоимость клуба в районе 12 миллионов, по-моему. Трансферная стоимость уже «Минского Динамо» в районе 6. То есть они уже уступают по игрокам примерно в два раза. Но при этом остается еще тренерская составляющая, которая будет включать в себя физподготовку, тактическая, психологическая подготовка. Возможно, все. Поэтому это только сезон рассудит. С 1 мая все наши клубы должны играть в чемпионате на натуральных полях. Как вы прокомментируете и как восприняли такое решение Федерации футбола? Только «за». Я объясню, почему. Потому что вот эти искусственные поля, которые у нас существуют в стране, они в большинстве своем травмоопасны. Даже это искусственное поле, которое футбольного клуба «Минск», вроде бы, как одного из последних поколений, не было, по-моему, такого года, чтобы кто-то из игроков не получал тяжелейшие травмы, там, разрывы крестообразных связок или еще что-то. Это ведет к травмоопасности для игроков и частые переходы с одного покрытия на второе. То есть и третий момент — это момент неравных условий все равно. Есть клубы, у которых есть только натуральные поля, есть которые только искусственные. Изначально ставятся неравные условия. Не могу не спросить у вас про сборную, тем более многие игроки вам хорошо знакомы и под вашим руководством, в том числе, работали, которые там сейчас выступают. Каковы шансы команды этого созыва пробиться впервые в истории на Евро? Появился шанс, выиграв две игры, так называемые, кубковой, попасть на чемпионат Европы. Это шанс вообще уникальный, потому что сейчас сборная поднялась в Завизион СЭС, и мы берем через Лигу Европы. Это уже будет сложнее. А если брать отборочные игры, то нужно понимать уровень развития футбола в нашей стране, что мы, к сожалению, уступаем грандам, с которыми нам придется сражаться. Поэтому, на мой взгляд, это вообще уникальный шанс. Кроме, скажем, ярких эмоций, такой эйфории, что еще может дать выход национальной сборной на чемпионат Европы для развития белорусского футбола? Да это всегда всплеск. Любая страна, которая попадает на большие турниры, это всегда всплеск интереса со стороны детей, со стороны руководителей. В любой стране. Это дается всплеск в общему развитию вида спорта в стране. Для нас было бы это очень хорошо. Олег Анатольевич, ну и последний вопрос. Ваш прогноз, кто в этом году в чемпионате Беларуси все-таки будет первым? Сейчас наибольшие шансы чисто математически, наверное, БАТЭ. Потому что стабильный состав, трансферная стоимость клуба тоже. Сам на первом месте омолодили команду. Они более молодые ребята, наверное, более амбициозные. Новый тренер, которым нужно доказывать что-то. Потому что по сравнению, например, с «Шахтером» и «Брестским» «Динамо» это самые возрастные команды нашей лиги на данный момент. Олег Анатольевич, спасибо большое, что нашли в воскресенье для нас время. Пришли к нам в гости. Пожелаю вам удачи.